Садик очень был нужен, потому что детей очень много и очень большой спрос идет на такие дошкольные заведения. Обращались полностью со всем родительским коллективом, школьные и все директора, чтобы сделать достойное заведение, чтобы где было можно детей отправить. Они идут с удовольствием и я думаю, отсюда их попробую еще забереть. Многие детвора даже не уходили, а вот в первые дни, которые поступили, они хотели даже домой уходить. Родители, да, конечно, довольны, потому что и времени больше свободного стало, и есть детвори, где общаться между собой, потому что детвори по-другому нужно общаться. Очень хорошо. В принципе, мы ждали год целый, нам уже было давно пора, но вот мы дождались. Мы обращались, нас услышали, нам помогли. В течение нескольких лет, это 4-5 лет, в поселке остро стоял вопрос о дошкольном подразделении открытия еще одного. Одна группа у нас была уже открыта, но она охватывала только малую часть детей, и для того, чтобы охватить на 100%, еще нужно было, необходимо открытие второй дошкольной группы. Группу открыли, обратились родители с такой вот просьбой, и посовещавшись общими усилиями, мы пришли к выводу, что по силу нам закрыть эту проблему, и мы начали работать в этом направлении. И буквально через два месяца, даже немного меньше, мы уже имеем результат, мы уже открыты. Охватили полностью всю нужду поселка, то есть 40 детей, которые у нас были в очереди, будут охвачены дошкольным обучением. Работы начались буквально в начале августа, буквально за месяц мы сумели построить объект этот. В нашем садике установлена система теплого пола, то есть у нас современная система вентиляции, современный ремонт освещения, которое проходит по всем ГОСТам, так сказать, экономно. Энергосберегающие технологии, да, самые лучшие окна, которые только можно себе позволить. То есть у нас все сделано по самому высокому уровню. 18 августа мы подписали договор и приобрели новый автобус на 31 место. По количеству мест на сегодня, это в Чугуевском районе один из самых больших автобусов, потому что все остальные на 25 мест. Несколько лет существовала проблема подвоза, более трех километров подвоз детей к этому учебно-оспитательному комплексу. Причем, что нет тротуарной дороги по направлению к школе, сейчас, наверное, вы тоже обратили на это внимание, и только проезжая часть. Понятно, что и в межсезонье, и отдаленность расстояния, согласно нормативных документов, предусматривает подвоз детей и учителей к месту обучения и месту работы. Поэтому мы обратились к губернатору и по программе софинансирования 50 на 50. К нами был приобретен автобус с суммой на 1,450,000 гривен. И сейчас идет оформление документов, присвоение номера. Номер уже дали, техобслуживание, проходит новый автобус. И со дня на день мы уже готовы будем совершать подвоз детей. Для этого населенного пункта очень большое решение проблемы. В областной и адміністрации на сегодня придется значительная уважа развития дошкельной области. Мы должны понимать, что дошкельная область должна охотиться всех желающих, которые могут учиться и отримать дошкельную область в детских садках области. Поэтому это вопрос есть на личном контроле главы областной и адміністрации Юлии Святлично. Хочу наголосить, что за последние несколько лет нам удалось открыть додатково 3,5 тысячи мест в детских садках области. Этот год также не является винятком. До конца года мы планируем открыть всего 15 новых, совсем новых детских садков в области. Это будет приблизительно 80 групп, враховывая открытие новых групп в уже существующих детских садках. У нас есть цифра 1300, именно до конца года мы должны создать 1300 додатковых мест в детских садках. Хочу подкреслить, что очень активно мы сповпрацюем не только с бюджетными гражданами, а и с залученными гражданами, гражданами меценатов, гражданами международных организаций. Очень серьезную помощь нам в рамках того меморандума, который подписала областная администрация с ЮНИСЕФом. Сегодня надается помощь в ремонтных работах, в создании новых додатковых мест. Также немецкая компания ГИС активно долучилась до процесса открытия новых детских садков. Продолжение следует...